ну что друзья начинается выборная гонка и по шоку хотя ирана даже некоторые праймерис не прошли в регионах но уже есть те первые ласточки которые чирикают по поводу того кто выиграет конкретные выборы в конкретном регионе делают свои так называемые прогнозы а на самом деле просто настраивают избирателей на тех кандидатов которых им приказано продвигать занимаются этим как всегда как перед каждыми выборами средства массовой информации некоторые думают что на то они и созданы чтобы пропагандировать своих выдвиженцев на тот или иной пост давайте сегодня посмотрим с вами кто же эти кандидаты ну хотя бы в каком-нибудь регионе вот мне например сразу попался на глаза регион татарстана а именно казань в ней уже бурлят все эти эмоции предвыборные там интересная сложилась ситуация с одной стороны республика татарстан светская республика с другой стороны то сям то там мелькают какие-то обозначение братьев сестер свояков племянников то есть подход к процедуре выдвижение достойных людей на высшие уровни все-таки семейный и это говорит о том что в этой республике правит еще семейные кланы так вот республика татарстан хотя лучше называть все-таки по советские татария она сегодня первые одна из первых одна из первых откликнулась на эти предвыборные шумихи и 12 числа в одной из местных электронных газет вышла такая интересная статья от айдара метшина до марата нуриева кто собирается переехать на охотный ряд здесь аналитики этого издания решили показать продемонстрировать народу все те фамилии которые по мнению этого издания являются проходимыми а также показать те фамилии которые по их же мнению не пройдут но естественно кто ближе к татарстану находится кто следит за их внутренней политикой внешнего разлива те все прекрасно знают кому принадлежит это издание я озвучивать не буду но это издание независимое вроде бы но контролирует его определенный человек достаточно высокопоставленный поэтому понятно что через называние тех или иных фамилий он проталкивает свою выгодную только ему идею политической власти татарстана как она сочетается с политикой президента татарстана неясно потому что здесь этого нет здесь идет сочетание единой россии и одномандатников именно с точки зрения этого издания и того человека который за ним стоит но давайте посмотрим перемены среди 15 татарских единороссов здесь приводится кто пойдет в госдуму естественно все внутренние товарищи главы различных районов депутаты главы 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 вице спикер татьяна ларионова мы с ней кстати знакомы я писал они несколько материалов очень приятная женщина и очень достойная женщина здесь я сказать ничего плохого не могу мэр нижнекамска ольга павлова депутат и дальше вот все то же самое понимаете депутат 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 вот один директор гксм 88 илья вольфсон но не знаю как он относится к татарам татары обычно в хорошем смысле являются националистами и вы видите по фамилиям которые выбираются от татарстана в федеральные органы вы видите что национализм в татарстане здоровый и нормальный гельмуддинов нуриев и так далее как богина то есть все свои все татары здесь нет ни одного русского нет ни одного украинца нет ни одного какого-то еще ну вот непонятно появился еврей илья вольфсон значит какая-то сила его начала протал я не знаю какая мне честно говоря все равно может быть это действительно достойный человек и кто знает может быть он кому-то вот из тех кто выше еще раз вам покажу вот здесь вот калимулины ванов козлов кстати вот фамилии такие ну как бы типа русские в чем проблема вот такой подачи материала в те времена когда еще официально гонка еще не началась дело в том что люди прошивается вот этой информации и потом плюют на выборы такие сми такие статьи в сми вот при такой подачи где все решено непонятно кем может быть даже главным редактором этого сми вот такие статьи они дискредитируют федеральную власть я не нападаю на это именно это сми потому что таких ошибок много и дискредитация происходит самой системы выборов то есть они взяли собрались своим кланом который имеет свой собственный информационный инструмент решили сказать что вот ребята смотрите кого мы выдвинули вам в хозяева будущий голосуйте за наших выдвиженцев то есть это идет влияние на умы простых людей которым может быть ниоткуда взять своей другой альтернативной точки зрения и чтобы не быть голословным я вам покажу как голосуют сами люди за эту статью внизу есть как раз опросник именно этой статьи где в общем то все подведено а вы будете голосовать на праймере с единой россии да ответили 9 процентов нет все уже решено 57 процентов и там еще два ответа 31 и 3 процента то есть 57 процентов голосующих ребят потенциально голосующих граждан потенциально уже определились все решено то есть они идут как извините уж меня как бараны как овцы как не знаю телки за своими поводырями которые которых им указала вот эта газета электронная газета в этой связи вспоминаются недавние промахи экс-президента соединенных штатов америки дональда трампа он жадничал на создание собственного сми он все берег деньги он как бизнесмен не обладал широким полем для видения политической ситуации он жал последний центр и в результате его забили бумажными салфетками бумажными салфетками это то что выходила электронная и бумажная пресса и долбила 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 его до тех пор пока он не превратился в труху вот что значит сми и нам про демонстрировали и американские сми свою мощь по отношению к трампу и выбрали протащили протянули полумертвого байдена и вот татарские сми показывают что ребята голосуйте вот за этих а тех вот туда понимаете и самое главное что у нас у нас это теперь имеется в виду в единой россии а здесь большинство депутатов идут от единой россии но также есть и одномандатники так вот у них в татарстане от единой россии выбираются депутаты которых утвердят на праймерис который будет в конце мая а статья вышла в середине апреля и она говорит о том что якобы все решено и на праймерис тогда получается двойное надувательство народа сначала видимо как-то это все было может быть решено или так или вот так или как-то вообще непонятно но уже все в апреле решено потом всех этих сгоняет для показухи в мае на праймерис и говорят вот у нас за них подняли руки ноги столько-то столько-то и самые достойные теперь идут на выбор оказывается не самые достойные а может быть самые богатые или перефразирую самые щедрые ведь на что-то партия типа единой россии они на что-то ведь живут я не знаю политику единой россии внутреннюю финансовую поэтому здесь ничего утверждать не буду даже своего мнения выдвигать не буду потому что правда я не знаю гадать я не буду и напрягать своими высказываниями уважаемых персонажей лиц я не буду но давайте все-таки посмотрим на ситуацию без финансовой подоплеки каким-то образом среди мэров депутатов и различных других функционеров вдруг появляются какие-то коммерческие персонажи достаточно молодые там по 40 лет еще по сколько-то лет ладно если женщина появляется как вот у нас недавно предыдущем созыве появился одна девица которая играла в одном из сериалов ну понятно она кому-то интересный ей тогда не было еще 30 ну и надо было ее всему научить как ее еще лучше научить как не на шестнадцатом этаже государственной думы кто знает чему там учили свое время тот поймет меня может быть действительно молодых девушек вот так вот через думу через высшие коридоры через 16 этажи все это проходит проводит но а сорокалетних юноши ты через что проводит вчера и сегодня он является коммерсантом это далеко не политика да там есть какие-то миллионы миллиарды все это понятно но у нас каждый депутат и каждый мэр миллиардер поэтому вся вот эта галиматья который сочиняется такого рода изданиями она вредит очень сильно нашей национальной федеральной российской избирательной системе потому что люди перестают ей верить и в татарстане единая россия вот такими статьями подставляет руководство татарстана то которое обязано отсматривать и рулить ход действия выборов эти ребята по выступают кто-то пройдет кто-то не пройдет подурачиться попиариться чужие деньги и стратит и все с ними а руководство потом то которое ответственно за правильность продвижения этих выборов она потом будет отчитываться перед федеральным центром и не факт что все эти отчеты имея в виду такие статьи когда уже все решено и люди уже голосуют что все решено и не факт что такие статьи не отзовутся как-то негативно у уважаемых людей из руководства татарстана и потом они будут долго думать почему вдруг они вроде все правильно делали и единой россии тоже помогали и все молодцы кругом везде а откорыться их отодвинули